привет вас эрдоган обиделся помните последняя встреча до эрдоган хотел выйти героем ну что а получилось ну как получилось да то есть не договорились ни до чего и понятно дело эрдогана было где-то обидно он же мощак и тут по этой причине действительно что называется он довольно грубо послал путина на пресс-конференцию очень грубо а тут решил еще нарушить статус-кво и рассказать о том о чем они говорили на встрече вообще как правило такое никогда не говорят почему поймите правильно такие ну как бы беседа первых лиц она в общем-то считается ну государственной тайной они бывают говорят ну как бы сказать в лицо то что официально не говорят нужно есть есть правило что закрытая встреча лидеры говорят они могут поднять такие болезненные темы которые лучше не трогать а тут резать правду матку так резать он интерьер рассказал что хотя как правило это не принято поймите правило что он сказал правду он сказал то что давно обсуждается кремле возле кремля это что время от времени наша разведка украинской да это что то что зеленский так дальше что рассказал эрдоган понятное дело что зерновая это зерновая там действительно он еще про газовых обговорили в турции так дальше но понятно война соответственно и естественно как бы обсуждали завершение войны ну в любом случае как то есть ну понятно дело что там не мог не поговорить с путином о том как путин видит завершение войны как ну в принципе это можно было ожидать от путин понятно что путин высказал то что то что не захватили они отдавать не хотят это вполне логично было бы странно что он бы сказал бы эрдоган я отдам но понятное дело что украинская армия надо выбить русских фашистов с территории украины и понятное дело что ну путин не хочет это естественно так что да действительно ну понятное дело что путин рассказывал что все хорошо мы держим за последнего не пропустим тогда естественно подняли вопрос крыма что крыма то россия да как вы сами понимаете турция много раз заявляла еще раз заявляет что крым это украина естественно путин заявил что это российской территории так дальше так что здесь с эрдоганом они разошлись эрдоган еще раз напомнил что крым это украина ну помните тут конечно позиции разные так понимаю что эрдоган может и говорил что ну какое-то решение вопроса какое-то компромиссное решение возможно он про себя не он про путина боже но путин не идет никакой на какой компромисс по крым да вот это точно не нет ну понимаете какая ситуация очень многие в кремле говорят что если путин потеряет крым ну в общем там потерять все по той простой причине что столько было вложено столько было накручено закручено потеря крыма в общем-то означает полную потерю власти в москве да не спорю такое есть слишком слишком много закрутили а теперь самое главное что слил эрдоган путин путин ну я бы сказал на коленях просил пол да нет нет путин настойчиво просил эрдогана очень настойчиво чтобы он уговорил зеленского на мирные переговоры и как можно быстрее заключение перед это слова путина то есть понимаете в чем за получается такой забавный курьер очень забав путин рассказывает что все все победа величайшая но смотрите в истории всегда наоборот те кто побеждают переговоры не просят ну честное слово такого не бывает те кто проигрывает переговоры просят но это всегда так вы же понимаете что когда сторона проигрывает и она видит что она проигрывает да она просит переговоры это есть ну давайте уж скажем так сказать напрямую в начале войны украинская сторона просила переговоры не российская помню вот эта вот встреча там в Белоруссии в Стамбуле да это инициатива была украинской стороной а сейчас все поменялось сейчас Россия просит переговоры и в данном случае да Путин просил Эрдогана что он повлиял на Зеленского чтобы Зеленский ну согласился на переговор ну потому что как вы сами понимаете Путин не то что повлиять пообщаться с Зеленским не может по этой причине да он просил ну давай помоги карифан ну конечно я говорю я поутрировал бы сказал что Путин уволял плакал вот так дальше ну понятно этого не было просто была беседа но сам факт что Путин это уже страшно страшно сказать какой раз просит причем еще раз на закрытый переговор понимаешь что значит закрытый это когда говорят в лицо когда говорят не то что общие фразы ахахаха нет лицо есть 訴 ахахаха и причин убл воду ахахов Если вы знаете эры даган общался из Зеленци по телефону вы знаете что после встречи он позвонил да такое было ну вот плыта эры assigned за соблюдение глава и позиция 死на говорили они про это не говорили передавал пост bip над оборудить так что здесь Здесь тайна, вполне. А здесь Даган рассказал. Вот возникает вопрос, почему? Почему Путин просит настойчиво, умоляет, просит переговоры? Почему? Ну если он выиграл, как же так? Ну так же и не бывает. Но сторона, которая заявляет, что она выиграла и просит переговоры, это абсурд. Вот можете привести хоть один пример войны, когда сторона, которая побеждает, просит у проигравшей стороны, как она заявляет, давай переговоры. Непонятно. Ну если ты выиграл, зачем тебе переговоры? Ну ты же должен ждать, когда враг сдастся. Так же ж? Да. А чего ж ты просишь? Ну вы же догадались. Помните, ситуация с экономикой России не такая радостная, как Путин рассказывает. Даже цена на нефть не помогает. Не, не помогает. Ну понимаете, тут же в чем ситуация. Мировая цена может быть и тысячу процентов. Вы же понимаете, что Путин продает нефть Индии мало того, что за рупи, большую скидку. В Китае то же самое. Они же ведь не покупают по мировой цене. Вы же поняли. Они же покупают значительно, значительно дешевле. И объема поменьше. Что есть, то есть. И обманут. Да. Вы же понимаете, что сейчас получилась ситуация, когда и Китай, и Индия просто выкручивает руки. Так что проблема есть. Хочу вам еще раз напомнить, что вот развал СССР волном связывается с тем, что нефтедоллары закончились. Ну действительно, был такой момент, когда СССР довольно хорошо жил за счет продажи, да, нефти. Европу продавал, ФРГ продавал, да. Газ тогда, не, газ тоже продавал, но газ не столько приносил, сколько нет. По этой причине были разводы нефтедоллары. Ну, и да, действительно, СССР хорошо на этом зарабатывал, не спорю. И, в принципе, это давал возможность. И Брежневу, и Андропову, ну как бы сказать, решать вопрос. Потому что получалось так, оп, и решили. А потом, когда, ну, скажем, там цены упали, да еще и продажи тоже упали, там тоже такая ситуация была. И Горбачев как не пытался, а никак. Ну, вот такой маленький нюанс. Угадайте с первого раза. Во времена Горбачева был дефицит госбюджета. А что ж это так, а? Был, был. Тем более довольно большой. Хорошо, а времена Брежнева тоже были, но меньше. Ну, чтобы вы правильно поняли, Горбачев уже, ну, при нем дефицит был около 80 миллиардов советских рублей. А Брежневу все-таки 15-12 миллиардов. Ну, разница как чувств. Да, это вновь влиял нефть, 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 нефть. Потому что, ну, Советский Союз же зарабатывал, никто не спорит, причем очень зарабатывал. Так что, как видите, все гениально просто. Очень просто. И да, действительно, это влиял. И по этой причине, ну, конечно, Путин это видит. Тем более, что вы же понимаете, что тут же даже не он видит, а олигархи видит. И приходят его трясти за баркеры, ты же видишь, что творится. Родной мой, сейчас нас не будет уже дальше. Ну, что все хорошо, но получилась ситуация, что Китай нас раздевает. И понимаете, какая ситуация? Какие-то американцы плохие не были, но они что платили долларами, а эти же Китай же платят рублями. Даже юаньи не всегда дают. Понимаете? Плюс ко всему, юаньи, это же не деньги. Я говорю, ты что, издевайся. Олигархи, которые всю жизнь в бабле, в зелени сидят. Юаньи? Это же не нормально. Ну, как она работает. Но руби это вообще отдельно разговор. Только южа от топка, больше никуда. Это да. И понятное дело, что тут получается ситуация, что Путин хочет спасти власть. Ужасно хочет. Потому что он, видите, олигархи голову оторвут, оторвут. Они уже как бы на последнем истоке. Ты понимаете? Вот когда у человека есть миллиарды, не миллиарды, миллиарды, и когда теряет миллиард, ух, это злой человек. Это вам даже не сосед ваша пьяница, который там 100 рублей потерял или 100 гривен. Это злой человек. Злой. Если он потерял миллиард, он хочет два, чтобы горднули. А как вы хотели. Да, 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 понимаете, получилась ситуация, что сейчас нету Путина союзников. Нет. Ну, там эти друзья, подхалимы есть, но это не союзники. Эти лизоблюда, что они завтра же предадут. По этой причине он и просит, умоляет. Что угодно, хоть какие-то переговоры. Он позарез, позарез, нужно остановить эту войну. Да, 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 так, не, 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 конечно. Ну, надо показать глубину народу победы. По этой причине, нет, Крым я не отдам, это не отдам. Но я хочу остановить, сейчас, сейчас. Уже он-то хорошо видит, что российская армия проиграла. Хорошо видит. Я так понимаю, что Герасим Шойгу уже открыто говорит, ребята, какая-то российская армия, сброд сплошной. По этой причине непросто. И по этой причине зеленский отказ. Но он же видит слабость. Понимаете, вот тут как раз тот нюанс. Когда, ну, знаете, вот, говорят, большая политика. Да. Ну, вы, наверное, слышали, слышали, что во времена Второй мировой войны были люди с окружения Гитлера, которые пытались вести переговоры из Великобритании, США. Ну, во всяком случае, вот этот ГЭС, который как бы убежал, который потом Гитлер проклял. Типа, ну, есть разговоры, что он же не просто так. Он полетел на переговоры от имени Гитлера. Другое дело, что у него не получилось. Поэтому Гитлер говорит, что ты предатель. Все, 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 все. Бывает. Понимаете, какая ситуация? Та же самая ситуация. Та же. Да, Россия твоя на полиграва, и Гребля это хорошо знает. По этой причине постоянно просят переговоры. По этой причине постоянно унижаются. По этой причине он смотрится убогом. А Зеленский постоянно отказывает. Постоянно. Он видит слабость. Он видит. Видит. Понимаете? Тут получается такая ситуация. Если бы один раз попросили и замолчали, ну, черт с ним. А они столько раз просят. Причем с такой регулярностью, что... Это хорошо показывает. Значит, правильно Зеленский поступает, что отказывает. Правильно, что украинская армия наступает. Правильно, все правильно. Вот так и побеждает. А вы сейчас спрашиваете, где наказательство, что Россия развалится? Вот, доказательство. Что Путин, как последний ничтожество, уже в какой раз умоляет, умоляет переговоры. Понимаете? А Украина отказывает. А Украина отказывает. И он здесь в растерянности. Не знает, как же так. А вот так. Потому что Украина в этой войне победила.